В культурно-информационном центре более 60 творческих коллективов и кружков. В них занимается около 2000 человек. 12 ансамблей носят звания народный и образцовый. Клубных формирований в учреждении становится всё больше. Так, начиная с 2014-го, на базе КИДС создан оркестр народных инструментов «Жемчужина России», открыт театр имени кукол, две студии для детей, классического балета и театрального искусства. К творческой семье учреждения примкнул и Народный театр «Психодель-Арт». За последние два года коллективы центра приняли участие в 35 фестивалях, заняли 25 призовых мест. Побывали в Санкт-Петербурге, Москве, Карелии, Оренбурге, Белгороде, Ростове-на-Дону. Мы единственное учреждение культуры, которое вошло в состав Государственно-Российского Дома народного творчества. И что нам это позволило? Позволило за счёт федеральной целевой программы «Культура России» участвовать в международных, и всероссийских фестивалях, конкурсах. В этом году мы приняли участие в семи фестивалях и конкурсах. И у нас все призовые места, это лауреаты мы стали первой и второй степени. И также я хочу сказать, такая самая большая награда, конечно, это гран-при в Санкт-Петербурге, где принимал участие образцовый ансамбль танца «Атлантика». На встрече состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Культурно-информационным центром и Черноморским высшим военно-морским училищем имени Нахимова. «У нас были за эти два года и совместные проекты. Жители Севастополя, наверное, помнят, это и Масленица по-флотски. И в этих стенах мы впервые провели наш первый курсантский бал. И, надеюсь, эту традицию мы продолжим. И то соглашение, которое мы сегодня с вами заключим, даст новый толчок к нашему дальнейшему взаимодействию и нашим творческим связям». 15 октября все коллективы Культурно-информационного центра выступят на одной сцене. Артисты представят публике шоу-программу «Набис». Так торжественно откроется новый творческий сезон в учреждении. Также уже идёт подготовка к Новому году. Работают над новым спектаклем «Спящая красавица». А 3 ноября в планах провести Ночь искусств. Средители смогут окунуться в творческую жизнь центра. Станут очевидцами репетиции артистов, смогут заглянуть за кулисы.